Привет, ребят! Я закупился фанерой для того, чтобы создать сабвуфер иллюминат. И это не окно в самолёте, это такая пирамида, у которой есть изображение глаза посередине. В данном случае изображения глаза не будет, но пирамида точно получится. И для этого нам нужен обычный трёхугольный сабвуфер, который идеально подойдёт форму пирамиды. Также много дермоклея, обычного клея, лобзик с пилкой по дереву и шуруповёрт. Ну и вишенкой на торте станет вот такая большая 10-дюймовая пассивка, потому что корпус получится очень компактных размеров, и только с помощью пассивки мы получим достаточно мощный бас. Теперь осталось собрать пирамидку подходящего размера, установить саб и пассивку, после чего мы уже навалим лютый бас. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Ребят, представляю вашему вниманию первый в мире иллюминатный сабвуфер. Он создан для того, чтобы работать в песке и управлять этим миром. И как вы видите, на вершине этого сабвуфера расположен глаз со всех четырёх сторон, и он следит за вами. Осталось навалить на нём всемогущий бас и сотрясти песок. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 Единственное, что я не рассчитал, то что он получился очень легким и на басах пассивка из-под низу его подталкивает и он аж подпрыгивает от пола. И это с одной стороны выглядит прикольно, а с другой стороны он закапывается прямо в песок, а на полу он начинает скакать и ехать по полу. Это тоже никуда не годится. Поэтому сабвуфер необходимо делать из тяжелых материалов для того, чтобы он был тяжелый, увесистый и плотно стоял на своих ножках. Тогда будет и хороший бас и он не будет двигаться с места по комнате, особенно если в нем есть пассивка. Она начинает очень сильно раскачивать сабвуфер и в этом случае очень необходимо следить за стабильностью сабвуфера. Но несмотря на это, этот динамик сильнее смог раскачать эту пассивку, чем динамик от JBL. Я думаю из-за того, что у этого динамика ход немного больше, поэтому пассивка лучше резонировала. Ну а если использовать для этой пассивки еще грузик, который идет в комплекте, закрепить его сюда болтом и установить более мощные динамики, которые будут ее раскачивать, тогда у нее ход будет еще больше и она сможет выходить вообще на максимальный радиус. Это должно быть очень красиво, но пока у меня нет такой возможности это сделать. Но я уже планирую покупать более мощный сабвуфер вот с такой большой губой. И так что в одном из следующих видео мы попытаемся эту пассивку вывести на максимальный ход. Но для этого мне потребуется и усилитель помощнее, чем тот, который у меня есть сейчас. Поэтому не забудьте поставить большой палец вверх, подписаться на мой канал, нажать колокольчик и написать кучу моих любимых рандомных комментариев. И тогда вы не пропустите новые бас-проекты. А мы с вами теперь увидимся через пару дней в новом видео. Пока!